В Брюсселе погибшие и пострадавшие представители полиции, например, несколько минут назад заявили, что есть погибшие, их около 12, очень много раненых, по их словам, но пока официальных подтверждений никаких нет. Очевидцы говорят, что взрывное устройство было приведено в действие в зоне регистрации компании «Американ Аэролайнс». Сейчас к нам из Брюсселя присоединяется наш корреспондент Анастасия Попова. Она расскажет нам все подробности. Итак, Настя, здравствуй. Что сейчас происходит в аэропорту? Что говорят в Брюсселе? Добрый день. Ну, сейчас в основном все гадают о том, сколько людей погибло. СМИ сообщают о том, что 11 человек. Есть данные о том, что их 12 уже и около 30 раненых. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно. Что касается взрывов, их было два, и прогремели они у стоек номер 4 и 5, у стоек регистрации чартерной «Американ Аэролайнс». И в это время там шла регистрация, то есть людей было довольно-таки много. После взрыва обвалился действительно потолок, выбило стекла. Кроме того, поднимались столбы дыма. Всех людей попытались эвакуировать. Эвакуация происходит и в эти минуты. Рейсы отменили. Железнодорожное сообщение с аэропортом прервано. И всем людям, кто сегодня планировал улететь, а также рассылаются смс. Субтитры создавал DimaTorzok